добрый день с вами гид в праге элеонора грекова в этом видео мы побываем на старомесской площади познакомимся с уникальными астрономическими часами которые уже более 600 лет отмеряют ход времени узнаем как по ним определить современное время и кто спас часы от гибели старомеская площадь это сердце исторического района праги который называется старый город площадь возникла одновременно с поселением еще в десятом веке и в то время была рынком на площади располагались лавки в которых торговали товарами разными от дорогих тканей до овощей и фруктов неподалеку от площади в местечке унгельт или тынский двор останавливались и наземные купцы когда не везли свои товары с востока на запад торговлю шла бойко поселение росло и богатело каменные дома вокруг площади стали строить в двенадцатом столетии позже из-за постоянных наводнений уровень площади и ближайших домов повысили поэтому первые этажи зданий стали подвалами в наше время эти подвалы реставрируют и открывают там рестораны и кафе поэтому когда будете в праге я вам очень рекомендую заглянуть в такой ресторан первое название площади большая площадь потом старый рынок потом старомеский плац современное название старомеская площадь получила в 1895 году по-чешски это звучит как старомнестки на амнести в 1338 году на площади появится ратуша где заседал магистрат города привилегию самоуправления города даровал чешский король карл люксембургский подписав в амьене соответствующий документ для нужд магистрата приобретут дом у купца вольфина полюбуйтесь какой красивый резной каменный портал украшает вход в дом потом к зданию ратуши пристроят высокую башню в которой в 1410 году появится уникальные астрономические часы по-чешски они называются орлой или куранты часы были созданы королевским часовщиком микулашем из кадания а циферблат математиком и астрономом я нам шиндалом профессором карлова университета тогда же и появилась искусное каменное оформление циферблата фигуры появятся позже в семнадцатом веке был период у этих часов когда они не работали никто не мог починить уникальный механизм так произойдет в конце 18 столетия дойдет до того что в 1787 году часы просто захотят разобрать кстати в тот год в прагу приехал великий композитор моцарт а пребывание моцарта в праге я обязательно расскажу в отдельном видео подписывайтесь если не подписаны на канал и нажимайте колокольчик чтобы не пропустить орлой был спасен от гибели благодаря сотруднику пражского клементинума антонин стырнет добился выделения средств для ремонта часов часовщик ланспергер частично восстановил работу часового механизма починить астрономический циферблат ему тогда не удалось астрономический циферблат отражает древнее представление о движение планет в центре земля а солнце и луна вращаются вокруг нее по неподвижному фону вращается внешний циферблат гастическими цифрами зодиакальное кольцо указатели с солнцем и луной стрелки звездочкой и рукой пражские куранты показывают старо-чешская центральная европейская вавилонская звездное время в каком знаке зодиака находится солнце и луна фаза луны как же нам определить современное время на этих часах на неподвижном циферблате есть два набора золотых римских цифр указателем времени служит стрелка золотой рукой она делает полный оборот вокруг циферблата за сутки пражский орлой до сих пор отсчитывает время с погрешностью в две-три секунды за полгода это часы у уникальные для своего времени ну и даже в наше время таких часов в мире сохранилось всего несколько кроме часов на башне ратуши есть календарь первый календарь был создан мастером ганнуша в 15 столетии но до наших дней к сожалению он не сохранился этот календарь был реконструирован более 100 лет назад по копии 17 века и расписан знаменитым чешским художником манасом поэтому его иногда еще называют календарь манаса роспись календаря было очень престижным заказом поэтому манас согласился выполнить работу за половину обычного гонорара художник изобразил популярную в то время тему чешскую сельскую жизнь в эпоху средневековья во время работы он испытывал постоянное давление и критику со стороны комитета отвечавшего за реставрацию курантов манаса это очень нервировало и он не смог выполнить работу в срок когда же календарь был наконец готов и его торжественно открыли выяснилось что он страдает от климатических условий было решено заменить календарь копии копию выполнил уже другой художник лишка как вы думаете сколько ему заплатили за работу правильно больше чем манасу к счастью манас до этих дней не дожил и об этом не узнал каждый час с 9 утра до 11 вечера на часах можно увидеть небольшое представление фигура скелета переворачивает песочные часы и звонит в колокольчик она символизирует собой бренность нашего пребывания на земле аллегорическая фигура тщеславия смотрится в зеркальце фигура скупости трясет своим кошелечком а фигура турка символизирующая победу над османской империей вертит головой проходит парад апостолов в открывшихся окошках шесть фигур справа шесть фигур слева и в конце кричит петушок провозглашая новый час жизнь продолжается в следующем видео мы с вами прогуляемся по вацлавской площади я вам расскажу что значит для поражания на фраза встретиться под хвостом и где находится фигура князя вацлава на мертвом коне с вами была гид в праге элеонора грекова увидимся